Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седова. Сегодня у нас в гостях Владимир Янакий, российский художник, ветеран боевых действий. Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! С 27 апреля по 9 мая в Монголии прошел международный пленэр под небом победы. Он посвящен победе советско-монгольских войск на реке Халхенгол над японской армией. Вот давайте немножко про это мероприятие. Сколько художников там было и как все прошло? Мероприятие было организовано Российской Академией Художеств, Союзом Художников Монголии, Монгольской Академией Искусств, а также большое участие, помощь и поддержку оказывало Министерство обороны Монголии и посольство Российской Федерации в Монголии. На пленэре приняли участие академики Российской Академии Художеств, члены-корреспонденты Российской Академии Художеств, художники из Москвы, Рязани, Екатеринбурга, Тамани, Ханты-Мансийска и Иркутска. В общей сложности 10 художников от России. Также в нашей группе был известный российский фотограф, лауреат государственной премии Андрей Клюев, который фотографировал все наши передвижения и все наши мероприятия. От монгольской стороны принимало участие 15 художников, от известных и маститых мастеров до начинающих и молодых живописцев, членов Союза Художников Монголии. Это большой промежуток времени, который вы там находились, и, соответственно, наверняка посетили много мест. В каких местах вы были, что посетили, что увидели? Ну, конечно же, пленэр был длителен по времени, ведь еще немаловажно имеет тот момент, что туда длительная по времени заброска. Это 8 часов лететь на самолете до Улан-Удэ, где собиралась частично наша группа. Оттуда мы двигались 15 часов на поезде до Улан-Батора. И от Улан-Батора мы уже более тысячи километров по степям, горам и пустошам Монголии преодолели на нашем российском пазике. Почти трое суток в одну сторону мы добирались до Холхенгола. Это район малонаселенный, пустынный, и просто обычный человек попасть туда не имеет возможности. В этом и уникальность данной экспедиции. Вообще география нашего пленэра очень обширна и широка. Мы ознакомились и посетили все знаковые места боев 1939 года. Это, собственно, и сам район реки Холхенгол, Самон-Холхенгол. Мы посетили музей на реке Холхенгол, уникальный музей с великолепной коллекцией, рассказывающий своим посетителям о тех событиях 1939 года. Также мы посетили озеро Буэр-Нур. Дело в том, что большую часть наших передвижений по Восточной Монголии проходила при помощи, разрешении и поддержке монгольских пограничников. Поскольку мы работали уже непосредственно в приграничной зоне и восток Монголии, район Холхенгола, он интересен тем, что он с трех сторон с севера, с востока и с юга окружен Китаем. То есть практически за исключением запада со всех сторон уже находится Китай. Это как бы небольшой полуостров. И также мы ночевали и жили на заставах вместе с монгольскими пограничниками, которые там всячески нас курировали, помогали нам. Не могу не спросить про, наверное, внутренние ощущения, когда вы побывали в местах знаковых боев. Что происходило внутри? Может быть, какие-то работы из представленных здесь? Да, вот это одно из тех мест. И хотелось передать то, что вы увидели и то, что вы почувствовали. Для меня, как для живописца, была уникальная возможность попасть в эти места. И я хочу немножко рассказать предысторию данных событий. Ведь все произошло с того, что милитаристская Япония, захватив север Китая, китайскую Маньчжурию, устроила на этом месте так называемое марионеточное государство Маньчжоуго. И именно из этого Маньчжоуго Япония планировала нанести удар на Монголию. Но главной целью этого удара Японии были восточные границы СССР. Таким образом, Монголия хотела напасть на восточные границы СССР и создавать сложности. Тем самым СССР был бы вынужден ввести войну на два фронта. Уже когда началась Великая Отечественная война, для СССР это было очень сложно. И была необходимость пресечь эту интервенцию Японии. Поэтому с мая по сентябрь 1939 года советские войска выдвинулись на границу Монголии и Маньчжоуго. А красной линией стала река Холхенгол, которую японцы пересекли и вступили в бой с российскими войсками. С войсками, которыми командовал маршал Жуков. Таким образом, самые кровопролитные бои проходили непосредственно на высоте Баян-Цаган. Именно на той высоте, на которой находится и штаб Георгия Жукова, который мы посетили, изучили. И вот с высоты Баян-Цаган здесь представлено большое количество осколков. Дело в том, что монгольская земля очень хорошо помнит следы боев. Видимо, из-за климата в Монголии достаточно сухого, большое количество осколков очень хорошо хранится в земле. И земля выдавливает их наружу. Некоторые осколки от брони, от техники, они даже, если посмотреть, у них даже где-то с каких-то граней еще не стерлись следы полировки металла. Но, в общем-то, также монгольская земля очень хорошо помнит и хранит воронки, которые в большом количестве мы все видели. И вот такое ощущение, будто бои проходили буквально несколько лет назад. Совершенно свежие следы воронок, совершенно свежие следы вот этих вот утрат. Вся земля, конечно, изрезана, изрыта большим количеством от воронок и осколков, которые произошли вследствие того, что японцы нещадно эти участки бомбили и обстреливали. Именно после наиболее кровопролитных боев на высоте Баян-Цаган и вследствие таланта Георгия Жукова японская армия была отброшена, и между Советским Союзом и Японией был подписан пакт о ненападении. И вот возвращаясь к моменту про этюды, расскажите, что на них изображено и как их писали? Здесь есть этюды и непосредственно с высоты Баян-Цаган, где внизу мы видим излучину реки Холхенгол, и вот те дали за Холхенголом, это уже сопки, на которых находились японские части, оттуда они наступали, там за сопками находились в Маньчжурии японские аэродромы, откуда японская авиация наносила удары по советско-монгольским подразделениям, по советско-монгольским частям. И вот на сопках, которые мы видим за рекой, там непосредственно находилось командование японской армии. Мы также вот с нашей группой посещали все эти места, посещали эти сопки. Даже на нашем пазике заехали на 400-метровую сопку, что всех нас очень удивило. И с этой сопки уже наоборот видны высоты Баян-Цагана. То есть с той стороны тоже Баян-Цаган, та часть, где находились русские войска, хорошо просматривалась и очень хорошо простреливалась. Именно поэтому такое большое количество воронок именно находится на высоте Баян-Цаган. И именно поэтому вот такое большое количество железа, которое летело, ранило и убивало наших и монгольских солдат и офицеров. Ведь, как мы узнали, во время этого конфликта с мая по сентябрь 1939 года советских воинов погибло порядка 28-30 тысяч человек. И тех, кого было возможно, вывозили и хоронили в Читу. Монгольских военных хоронили непосредственно там, на полях сражений. Ну а японцы, японская армия, хоть они всячески и пытались занижать свои потери, и до сих пор занижают, но считается, есть информация, что их погибло порядком больше, чем российских солдат и офицеров в этом конфликте. Все ваши работы, все ваши этюды, да и не только ваши, после этого пленера, где их можно было увидеть? Была ли какая-то выставка работ? Ну, конечно, у нас была большая выставка наших произведений по итогам пленера «Под небом победы» в Улан-Баторе, в посольстве Российской Федерации, на торжественном приеме 8 мая. Этот прием был организован к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также все наши работы экспонировались на большой отчетной выставке в галерее Союза художников Монголии. Среди пейзажных работ мы видим и портреты. Вот расскажите, да, что это за портреты? Может быть, да, вот это новые знакомые, новые товарищи. Удалось познакомиться с кем-то, да, вот. То, что мы все познакомились и сдружились, это важно еще. И потому, в контексте того, что я сейчас хочу рассказать одну историю о замечательном монгольском художнике-монументалисте, которого зовут Ганбат Хайнзан. Мы познакомились с ним, потому что жили вместе в одной юрте на протяжении всей экспедиции, всей поездки. И также способствовало этому великолепное знание русского языка Ганбатом, который в свое время учился в Болгарии, в Болгарском университете искусств. Поэтому он хорошо знает русский язык. Ведь Ганбат рассказал нам историю про своего отца, Дамдин Гийна Хайнзана, который был прямым и непосредственным участником боев на Холхенголе 1939 года. А потом, после Холхенгола, он поехал в СССР и принимал участие в Великой Отечественной войне вместе с нашими бойцами. И теперь портрет Дамдин Гийна Хайнзана находится в музейно-хромовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации в Москве в парке «Патриот». Это стало для нас, для меня лично, это стало очень важной новостью. И у нас случился непредвиденный случай. В дороге у автобуса взорвалось третье, уже последнее запасное колесо. Больше запаски не было. Мы остановились, наши монгольские художники и наши друзья быстро поставили лагерь, установили палатки, расставили столы. На газовой плите вскипятили кипяток, напоили нас чаем и кофем с монгольскими борцегами. Это чем-то похоже на наше печенье, но это тесто пресное, которое жарится в масле. И после этого у нас настроение улучшилось, и мы попросили Ганбата, чтобы он нам попозировал на фоне горной пустоши, потому что мы поняли, что находиться нам там придется очень долго. И Ганбат с удовольствием нам позировал. Его писали и рисовали и российские, и монгольские художники. И когда я увидел, когда Ганбат сел на фоне неба, на фоне монгольских гор и степей, я увидел, какой у него на лице шикарный свет. И я скорее достал из багажа свой этюдник, все инструменты, разложил, приготовил мольберт и начал писать. И вот у меня одна мысль была все время в голове, это уловить вот этот прекрасный, шикарный монгольский свет. Ведь дело уже было после обеда, это было уже шестой час ближе к вечеру. И вот этот прекрасный свет, вот это характерное монгольское лицо, характерная внешность на фоне степи, на фоне гор, она меня очень поразила. Я пытался передать и ощущение света, ощущение пространства. И во время этой работы у меня родилась идея создать новую большую картину для выставки наших произведений по данной поездке, которая будет проходить в Москве в Российской Академии Художеств осенью. Я хочу написать большой портрет Ганбата Хайнзана, ведь он стал невольным свидетелем всех тех событий. И его отец, герой, сражавшийся на Холхенголе и сражавшийся на полях Великой Отечественной войны в СССР, через это выразить сопричастность и самого Ганбата, как сына большого героя, как художника. Вот благодаря тому, что взрываются колеса на монгольских дорогах, родилась у меня такая прекрасная идея о создании новой замечательной картины, портрета, исторической картины. После выставки руководитель российской телегации, академик Владимир Анисимов сказал, что это первое из многих мероприятий. Будут ли еще какие-то мероприятия? Или, может быть, есть планы о дальнейшем возвращении в Монголию и создании новых портретов и пейзажей? Все верно. Это наш пленэр, наш международный пленэр был первым и большим мероприятием в череде тех мероприятий, которые будут проведены и выполнены к юбилею, к 85-летию вот этой гигантской победы на реке Холхенгол. Также Владимир Николаевич заметил, что наш пленэр является возвращением к советско-монгольским пленэрам, которые проводились более трех десятков лет назад на постоянной основе, и назывались они «Дорогой дружбы». Что касается новых творческих планов, то действительно, в мой адрес поступили приглашения со стороны Союза художников Монголии и Российской академии художеств принять участие в группе, в новой творческой экспедиции в Монголию, которая состоится в августе-сентябре этого года и будет называться по следам экспедиции Николая Рериха. Эта экспедиция, этот пленэр будут проходить в пустыне Гоби, в нескольких аймаках пустыню Гоби, потому что пустыня Гоби очень большая, она имеет и восточные части, и западные части, и южные части, и она разная по географии. Это не только пески, это и горы, и скалы, и пустоши. А смысл данного мероприятия заключается в том, что в 1924 году Николай Рерих пытался провести экспедицию от Уламбатора на Тибет, но он был оклеветан западными империалистами, и Далай-Лама испугался того, что Николай Рерих шпион и агент. И по пути следования данной экспедиции Далай-Ламой было запрещено местным жителям продавать продукты, воду для экспедиции, и вследствие этого экспедиция потерпела фиаско, даже погибли некоторые проводники монголы. Так вот, смысл нашего нового пленэра – это проехать более 2000 километров по пустыне Гоби, по следам экспедиции Николая Рериха, именно по тем местам, по тому маршруту. Мы будем изучать маршрут Николая Рериха, на месте будем работать, писать этюды, делать уже более крупные какие-то пейзажные зарисовки, зарисовки портретного, сюжетного характера. И потом, как обычно, у нас будет большая отчетная выставка после данного проекта. Я надеюсь, итогами этого проекта вы также поделитесь в нашей студии. Спасибо большое, что сегодня тоже поделились итогами предыдущей экспедиции. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.